Слово эксперту При получении необходимо обратить внимание, во-первых, в каком виде вам изделие пришло, то есть упакованное было, либо оно висело в открытом виде, соответственно, могло впитать запахи. Такое тоже может быть, различные химически бывают. Это первое. Второе, вы должны осмотреть полностью свое изделие, определиться, соответственно, стали ли чистыми те места, которые вы хотели бы почистить. Опять же, вы должны сверить это с тем актом передач, который у вас был, потому что это все указано первоначально, на первом этапе. И, опять же, осматривать на третьем этапе о том, чтобы не возникли новые какие-то скрытые дефекты, возможно, либо какие-то тоже загрязнения. Потому что все мы люди, элементарно, чтобы могла упасть где-нибудь. И этот дефект возник, ну просто, в данном случае, не дефект, а загрязнение. Сыпаться шерсть может? Может сыпаться тоже в зависимости от того способа, который применяли. Если неправильный способ применялся, естественно, может и посыпаться в зависимости от меха, который использовался при изготовлении. То есть, иногда вот эти способы, они достаточно сильно влияют на изделия, если неправильно применены, они действительно могут и мездру испортить, соответственно, будет выпадать волос, и теклость волоса появится. То есть, тут надо на все обратить внимание. Опять же, когда вы открываете изделия из упаковки, вы должны посмотреть, чтобы в этом пакетике не было как раз вот этих волос и теклости волос. Потому что, если он начал выпадать уже, он на стадии, когда отвисится, там будет много волос, и вы это изначально увидите. То есть, на это тоже нужно обратить внимание. На квитанции, которые мы получаем, мы подписываем при получении шубы. На что обратить внимание? Может ли там или должно быть указано метод химической обработки нашей шубы, либо еще какие-то данные? На квитанции, как правило, указывается, что у вас нет претензий к данному изделию. То есть, вы осмотрели его, сказали, что все хорошо, никаких ни дефектов, ни загрязнений нет. Соответственно, первоначально, когда сдается в химчистку изделия, указывается, что есть ярлычок, и, соответственно, этому ярлычку будет проводиться химическая чистка. Если его нет, тогда указывают, что общий способ химчистки. Тоже в зависимости от меха, какие-то химчистки сразу смотрят, какой мех и определяют при заказчике, либо, соответственно, уж как получится, потому что бывают химические бабульки сидят, которые, к сожалению, еще не знают, просто приемщик человека. То есть, квитанции обязательно, вы должны этот документ изначально заполнять, когда вы отдаете, и, соответственно, когда получаете. Иначе просто без этого документа вы никогда не сможете доказать, что кто-то когда-то был виноват. Потому что, к сожалению, если вы пойдете в суд без документа, вас никто не примет. И судиться вы можете очень долго и нудно, но результата этого не будет. Потому что вот этой бумажке, которая отражает, соответственно, весь процесс вашего исследования, сдачи и приемки, то есть она отражает все. Если без нее, то ни товароведы, ни, соответственно, никто другой распознать, что там было изначально не сможет. Потому что для того, чтобы понять, какие загрязнения были, естественно, мы обращаемся к этой квитанции, к этому акту приема-передачи, смотрим, что в данных местах были загрязнения, смотрим, соответственно, результат после химчистки. То есть, в любом случае, для того, чтобы сдать вам на экспертизу данный товар, данную шуму, вам в любом случае понадобится данная квитанция из химчистки. Да, да. По приемке и, соответственно, по возврату. Да. Если возникают какие-то спорные ситуации, вы, в принципе, можете взять технологические карты, которые использовала химчистка, когда производила химчистку именно вашего изделия, чтобы вы, соответственно, обратились к товароведу и провели консультацию о том, правильно все было или нет. Потому что химчистки, которые достаточно уважают себя, они совершенно спокойно предоставляют эти карты, потому что они ничего не боятся. Технологическая карта. Технологическая карта, да. Они не боятся совершенно, что они сделали какую-то ошибку, потому что все сделано, как и должно быть. Поэтому... Потому что это могло зависеть и от качества меха само по себе, вообще при изготовлении самой шубы, при носке, при хранении. И обязательно, когда происходит приемка изделия, обязательно есть пункт о возникновении скрытых дефектов. Скрытые дефекты – это достаточно сложное понятие, потому что никогда не знаешь, откуда они появятся и из-за чего. Соответственно, когда какой-то дефект возникает, начинаешь искать, из-за чего это могло быть. Поэтому, к сожалению, после химчистки это может быть. Не сильно переживаете, что вот он появился, но, к сожалению, такое бывает. Но, опять же, устанавливаем, либо это химчистка виновата, либо изначально сам не был плохой. Звоните, обращайтесь, если что-то у вас случится. Ну, мы всегда постараемся вам помочь и оставить вам ваше право. Всего доброго, до свидания. До свидания.